Здарова, дружище! Сегодня мы будем с тобой умнеть. Сегодня мы будем с тобой становиться лучше. Как управлять жизнью других людей от утопия шоу. Наконец-то! Молодой человек сделал видос не на 40 минут. Я давно хотел сделать реакцию на него, и давно мне у него просили, его попросили у меня, но по 40 минут реакции, ну это уж ты меня извини. Ладно. Наконец-то свежий воздух. Сегодня я хотел бы с вами обсудить очень важный вопрос, который... Блин, он как-то странно выглядит. Выглядит счастливым, ёбок. ...волнует без шуток очень многих людей. Как вы думаете, мысли материальны? Да. Разумеется, подписчики канала скажут, что нет. Да. И будут неправы. Да. Конечно, материально. Конечно. Я лично вчера двигал банку роута на себе в рот. Вот почему я потолстел. Нет, на самом деле это правда материально, потому что... Я об этом часто говорил на стримах. Можешь иногда смотреть стримы, если хочешь, я не заставляю. Короче, если ты постоянно думаешь о том, как всё плохо, то у тебя действительно всё будет плохо, потому что ты на это настроен. Грубо говоря. Неплохое эзотерическое начало, но чтобы понять всю суть, нужно досмотреть ролик до самого конца. Да посмотрю, ну без проблем. Это всё психология, обычная психология. Никакой эзотерики, никакой магии. Всем привет. Магия может и есть, я не спорю, я не видел, но может быть. Но... Психология точно есть. Это рубрика о когнитивных искажениях, эффектах и феноменах. И мы с вами никак не могли придумать ей название, но ведь оно было прям на поверхности. Всё то, о чём мы говорим в этих роликах, связано с отклонениями восприятия или мышления. Так что я решил назвать эту рубрику. Мне нравится. Сегодня ты узнаешь, как управлять реальностью, кстати. Так что давайте начинать. Однажды в конце 19 века один мужчина по имени Вильгельм фон Остин выступил с неожиданным заявлением. Он на полном серьёзе утверждал, что его конь умеет в математику. Сам, кстати, он был преподаватель. Я видел попугай, который умел в математику. К сожалению, попугай уже всё, F. Но он умел. Подавателем по этому предмету. Да не конь, а мужчина. Но замену он себе нормальную такую нашёл. В общем, питомца звали Ганс. Точнее, умный Ганс. И умный он, потому что умеет решать математические задачи. И это не шутка. На все вопросы он отвечал, постукивая копытом. А ответы его были верными примерно на 80%. Ну, бывало, ошибался иногда. Ему простительно, он вообще-то конь. Люди были повергнуты в шок. Хотели собственными глазами увидеть этот феномен. И они вполне себе могли это сделать. Ведь Ганс принимал участие в уличных представлениях и собрал, так сказать, свою фан-базу. Слухи ползли. Этим конём заинтересовалась... Майли ту пони до того, как он стал популярен. Научное сообщество. И они провели ряд тестов, которые показали, что никакого обмана нет. И конь действительно гений. Вот и сказочки конец. Я, конечно, пошутил. Психолог Оскар Пфункст был не согласен. Он провёл свои уже другие эксперименты. И понял, что Ганс действительно мог правильно отвечать на вопросы, которые ему задавал не только его хозяин, но и любой другой человек. Но только если конь видел этих людей, и эти люди знали правильный ответ. В чём же суть? Конь не проводил в своей голове никаких... Ничего себе! Типа конь по твоей реакции определял, какой правильный ответ. Это получается конь... ...их вычислений. Он просто хорошо понимал язык тела. Когда Ганс начинал постукивать своим копытом и достигал правильного ответа, люди подавали такие непроизвольные, слабозаметные сигналы, по которым конь понимал, что это тот ответ, который нужен. Даже сам хозяин, не осознавая этого, подавал своему любимцу такие сигналы. Впрочем, он и продолжал это делать, ведь не поверил исследованию и дальше гастролировал. Получается, что хозяин верил в то, что конь умный и неосознанно сделал всё для того, чтобы конь действительно отвечал на его вопросы. Это назвали эффект умного Ганса. И это подтолкнуло учёных начать изучать, как ожидания окружающих способны влиять на нас. Ну это чё-то очень притянуто, потому что конь-то действительно охренительно умный. Ну да, он умный не по той причине, по которой они думали, но он-то всё равно умный. Это не потому, что он об этом думал, а он реально... умный. Спойлер. Умнее он тебя. Вы даже нахрен не представляете, насколько. Впоследствии психолог Роберт Розенталь провёл вот такой эксперимент. Есть много совершенно одинаковых крыс. Их делят совершенно случайно на тупых крыс и на смышлённых крыс. И с этими словами отдают ассистентам, чтобы те запускали их в лабиринт и смотрели на то, как хорошо они справляются. Что бы вы думали? Якобы смышлённые крысы действительно были смышлёными и выполняли задания лучше, чем тупые крысы. Хотя разница между ними только в том, как их воспринимают ассистенты. Если крыса умная, то ей подсознательно создаются все нужные условия. А если тупая, то срать на неё в общем-то. Розенталь пошёл ещё дальше и эксперимент проводился уже на детях в школе. Впоследствии это назвали эффект пигмалиона в честь скульптора и царя Кипра. Но как греческий миф вообще связан с этим эффектом? Типа они делили детей на умных и тупых? Только это типичная наша школа. У нас был класс достаточно тупых детей, скажем так. Ну то есть у нас был класс, в котором 23 человека, да? Из них там что-то 17 дебилы. Ну не дебилы, они просто хулиганы. То есть у нас класс хулиганов. А я, ещё одна девочка, ещё один парень, ещё один парень. Мы были... Ну я не был охуенно умным, но я был не тупым, скажем так. Там девочка была пиздецки умной. Парень был со мной. Другой парень тоже был, пример такого же уровня. В результате другие классы, в которых все были охренительно умные, якобы, да? Они хуже нас пошли, чем вот наша пятёрка. Я бы сказал. Не по жизни, в принципе, а вот по учёбе, по всему на свете. Мы были как минимум не менее успешны. Я просто не люблю говорить, что я в чём-то лучше там кого-то, потому что, ну, это всё не объективная хуйня. Вот, но в целом, то, что тебя поместили в какую-то группу тупых, не равно, что тебе точно пиздец. Потому что пять человек из наших двадцати трёх, такие, нормально, вышли в топы выше тех, кто были в аудитории более умных, якобы, людей. Я надеюсь, ты понял, что я сказал, потому что я сказал какую-то херню, но ты понял. На самом деле связь есть, если углубиться в суть истории. Однажды пигмалион, значит, сварганил такой слоновой кости статую девицы. Чертовка настолько красивая вышла, что он по ушу влюбился в своё же творение. Налюбовался ей до такой степени, что ему стало казаться, что ни одна смертная женщина не превзойдёт эту статую. Он за ней и ухаживал, и цветы ей дарил, и на свидание приглашал. В общем, поехал конкретно, а статуя жила в шоколаде. Суть в том, что он обращался с ней и любил её, как настоящую живую девушку. Эта милота вдохновила Афродиту, и та в итоге наделила статую жизнью. Этот миф иллюстрирует суть эффекта. Человек, который очень сильно в чём-то убеждён, неосознанно подстраивает события под нужный для него результат. Хотя, как по мне, можно было и поинтереснее пример найти. В общем, тест был проведён в одной из школ. Они выбрали 20% детей, которые и будут подопытными. Сказали, что вот эти вот выбранные дети прошли специальный гарвардский тест, и они суперские. Ждите от них крутых успехов. Как вы понимаете, никакого гарвардского теста не существовало. Зато учителя с радостью во всё это поверили. Что же вы думаете произошло? Именно эти выбранные дети через 8 месяцев сильно преуспели, в отличие от остальных, как и сообщили учителям. Вот это вот должен преподаватель делать нормально, потому что когда... Вот у нас такая тема была, у меня были преподы, которые относились ко мне хорошо, потому что, ну, я довольно ленивый, но можно заметить, что я не тупой. А были преподы, которые не понимали, и мы с ними постоянно спорили. Но мне очень нравилось спорить с преподами. Преподы, дорогие, если вы это смотрите, спасибо вам огромное за то, что вы терпели такого, блять, прям, ух, блять, такого, как я. Потому что я обожал спорить. Я люблю спорить, потому что мне нравится спор. Мне нравится в этом процессе чего-нибудь познавать. Вот. Я видел, когда некоторые преподы, прям вот откровенно кого-то считали глупым, и из-за этого они его занижали, неосознанно. И из-за этого человек унывал, и в результате сам начинал забивать на обучение. Это очень полно. Что это значит? То, что учителя, сами того не понимая, сделали все, чтобы их вера исполнилась. Возможно, они больше уделяли времени именно этим детям. Возможно, лучше с ними обращались. Это не важно. Главное, результат был достигнут. Все сдали контрольные работы. Сереженька вижу сразу, да, конечно. Ага. Лизонька, конечно же, супер, скорее всего, работа отличная. Ванечка, ну, разумеется, здесь даже проверять нечего. Здесь все и так все видно. Остальные я потом проверю. Ну, все, собака съела. И вот, собственно, и все, что обычно можно услышать об этом эффекте в Википедии или в видосах на эту тему. Но есть проблемка. Исследование было подвергнуто научной критике со стороны некоторых ученых. И, скорее всего, все не так очевидно. Мне кажется, вообще, из всех видосов про эффект Пигмалиона, который я видел, о критике упомянул только канал Психфак, за что ему огромный респект. Обязательно обратите внимание на этот канал. Реальная гнота. И вот это странно, ведь все исследования в открытом доступе. Повторяли эксперимент много раз. И только у третьей это получилось. Что тоже много, но не так много, как хотелось бы. Значит, этот эффект в школах работает. Но, как показали повторные исследования, работает слабо. И со временем может сойти на нет. И вот почему. Чтобы добиться эффекта, человек не должен имитировать веру, а должен реально верить или быть обманутым. А еще это сильнее работает вкупе со стигматизацией. Это навязывание ярлыков, которые могут не иметь ничего общего с реальностью, но укоренились в головах других людей. Что вы скрючились, будто Last of Us поиграли второй. Что вот это такое началось-то? Люди верят в мифы насчет других людей. Ведут себя соответственно, что и приводит к такому результату. А еще это лучше работает, если вы попадаете в новую среду. Новая работа, новая школа, новый класс, армия и так далее. Если начальник изначально верит в то, что его новый работник работает лучше других, то он неосознанно сделает все, чтобы это оказалось правдой. Вы только представьте. Если вы питаете больше позитивных иллюзий в романтических отношениях, то возможно, что они продлятся дольше. Правда. Круто же? И вот тут у меня для вас плохие новости. Есть совершенно обратный эффект. Да, да, да. Вот я больше... Эффект голема. Я больше обратный. Когда окружающие или даже вы сами особо ничего от себя не ожидаете, то плохи дела. Если вы уверены, что человек к вам враждебно настроен... Наша с тобой тема пошла. Наша, потому что я больше рефлексивный человек. Я больше готовлюсь к плохому, ожидаю плохого. Может быть хорошо, если произойдет хоть что-нибудь хорошее, блядь, в этой нахуй среде в реальности жизни. Но как бы это про нас с тобой. То вы сделаете все, чтобы так и оказалось. Если у вас низкие ожидания насчет вашего подчиненного, то я этому подчиненному не завидую. Чмошник. О, здравствуйте. Извините, вы что-то хотели, сэр? Ты что, сейчас отвлекся? Нет, нет, я работаю, работаю. Он отвлекся сейчас? Так что не вешайте ярлыки. Не демонизируйте попросту других людей. И вас... Не демонизируйте попросту других людей. Ютуб. Алло. Можно. Именно вы поменяете реальность. Но помните, что со временем вы просто будете лучше узнавать людей, составлять собственные ожидания. И этот эффект просто может сойти на нет. И вот сейчас мы подобрались к самому интересному. Все, что я сказал до этого, относилось к межличностным отношениям. И исследования в этой области должны еще проводиться, чтобы его окончательно поняли. Но эффект пигмалиона это всего лишь часть темы под названием самореализующееся пророчество. Представьте, вера во что-то может привести к ожидаемому результату. Нет, я не поехал кукухой и не говорю о той дичи, про которую вы подумали. Типа я мечтаю о куче денег и вдруг они сразу сыпятся с небес. Потому что я притянул силой мысли, которая призвала космос мне помочь. Забудьте об этой псевдонаучной херне, которая к реальной жизни не имеет никакого отношения. Это что, блокнот? Социолог Роберт Мертон ввел термин «самоисполняющееся пророчество», основываясь на работах других социологов и философов. Ведь у многих что-то подобное уже проскакивало. В его книге была вымышленная ситуация. Люди ошибочно думали, что банк скоро обанкротится, хотя с ним все было нормально. Все они в страхе пошли забирать свои деньги, поэтому банк и обанкротился. По этой причине иногда, я слышал, падали некоторые акции, прям очень серьезно. Бумаги, я имею ввиду ценные. Потому что люди внезапно пускали звук, что что-то обанкротится. И из-за того, что все думали, что вот оно сейчас обанкротится, они начали это продавать, да? Из-за этого понижая цену или повышая... Ну короче, как-то вот это вот все работает, я не эконом... ...реальным результатом, которые случились благодаря конкретным действиям из-за этой самой веры. Это цитируют просто везде, но хотите прикол? Немногие знают, что именно это и произошло с банком Вашингтон Мутуал в 2008 году. Кто-то вбросил обеспокоенность, все поверили, забрали деньги. Во-во-во-во-во-во, если ты сейчас говоришь, что Андрюха, ты херню какую-то несешь, ты что тупой? Понял? Банкрот. До свидули. Ваш банк говной скоро обанкротится, а наш нет. Нет, это ваша обанкротится, ублюдки. Они блефуют, они на самом деле в это не верят. А что вы скажете на это? Кто-то начал скупать туалетную бумагу. В соцсетях это расфорсилось. Ты уверен, что на то есть причины, и она скоро пропадет с прилавков магазинов. Ты покупаешь туалетную бумагу, как и все. Как итог, она заканчивается во всех магазинах. И ты такой, я так и знал, хорошо, что... А зачем туалетная бумага? Есть трава. Я не покупал. Вы думаете, что что-то произойдет, и черт возьми, делайте все, чтобы это произошло. Хотя искренне не хотите, чтобы это произошло. Мозг, ты что вообще себе позволяешь? Уильям Генри Гаррисон, 9-й президент Соединенных Штатов, который был президентом всего 1 месяц. Ему было 68 лет, и все думали, что он слишком стар и слаб, чтобы быть лидером. Он решил показать, как он крутой и выносливый. Читал в дождь 2 часа свою речь без шляпы и пальто. А потом заболел и умер. Только... Бедный дед. Они просто заставили деда выпилиться. Зачем? За что? Бедный дед. Скорее всего, у него было какое-то кишечное заболевание. Но все думали, что у него пневмония, и лечили ее, потому что он промок, и его типа продуло. Люди поверили, что он слаб, активировав механизм. Представьте, бабка провидится из соседнего подъезда, сказала твоей маме, что у тебя скоро появится пара. Ну ты такой, зашибись, надо подготовиться. Пара внезапно в универ вернут? К этому моменту прихорашиваешься, ходишь по клубам, знакомишься, и именно поэтому находишь свою половинку. Только вот бабка давно сошла с ума, а ты сам своими действиями исполнил пророчество, в которое и поверил. А что если она бы накликала беду или прокляла? Кто бы мог подумать, что это действительно может работать с научной точки зрения? Ты сам идешь и исполняешь это сраное пророчество. Даже не задумываясь об этом. Честно, не знаю, как у вас, но осознание всего этого мне нахрен мозг разорвало. Вы только вдумайтесь, все мои ссоры с людьми из-за того, что я уверен, что у собеседника нет настроения. И я со своим придурочным мозгом делаю все, чтобы разузнать, что случилось, и реально вывожу этого собеседника. Бывает, 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 бывает. Замечаю все это. Примеры из истории. Почему охотники на ведьм судили ведьм? Потому что в них верили, хотя их не существовало. Литература. Кто-то кого-то хочет убить, чтобы тот впоследствии не убил его. Попытками убийства убийца своими же руками исполнил пророчество и его убивают. И кто бы мог подумать, что сказка имеет много общего с реальной жизнью. Кинематограф. Чем усерднее главный герой хочет предотвратить какое-то зло, тем быстрее это зло вырывается наружу. Это ж классика. Ты уверен, что тебя уволят? Ты расстроен. Именно тебя увольняют из-за того, что на работе ты похож на грустный, неработоспособный, разваренный пельмень. У тебя что-то... Ну я, о чем я и говорил в самом начале. Если ты веришь в то, что ты говно, то ты, типа, сам к этому все приведешь. Ты заболела. Ты гуглишь симптомы в интернете, точно знаешь свой страшный диагноз. Бесполезно сопротивляться, ведь такое не лечится. Думаешь ты. Мое, мое, мое. Только ты, разумеется, ошибся. И если своевременно обратиться, то все было бы нормально. Но извини, ты слишком затянул. Боишься опоздать. Выбираешь путь побыстрее. И именно этот выбранный путь оказывается дольше из-за ситуации. И ты опаздываешь. Это все примеры из головы. И их можно еще несколько дней перечислять. Поэтому вы можете придумать совершенно любую тему. Политика, войны, медицина, спорт, отношения. Неважно. И там это все, скорее всего, тоже сработает. Потому что самоисполняющееся пророчество, в буквальном смысле, окружает нас. Этот эффект, самая мощная суперспособность из всех тех, которые могут существовать вне комиксов и фильмов. Мы всегда могли управлять этим миром. Только воспользоваться этой способностью у вас не получится. Все это работает только тогда, когда... Ну, блин, не знаю. У него какие-то примеры, некоторые странно складываются. Насчет, я выбрал другой путь, но в результате опоздал, это никакое не самовнушение. Это никакое не самореализующееся пророчество. Разве что я слишком долго думал и слишком долго вихлял, пытаясь сократить путь. Но это не совсем так. Он убежден в том, что это правда. То есть ты не должен знать, что это все просто эффект. И от этого, скорее всего, теряется вся ценность этой суперсилы. И, разумеется, мистики в этом никакой нет. Так что, если вы думаете, как бы силой мысли взорвать чью-то голову, забудьте об этом. Есть четкая грань. И если эта грань переступает через наши или ваши реальные возможности, то эффект просто не сработает. Что я вам могу сказать? Добро пожаловать в реальный мир, в котором даже такая мелочь, как гороскоп совместимости или слова-гадалки могут помочь вам найти партнера. И не потому, что волшебство работает, а только потому, что вы этому поверили. А если врач уверен, что вы безнадежно больны, то может не назначить интенсивное лечение. И все случится так, как он и думал. Вот ты проказник! Я сейчас расплачусь! Прекращай! Странно все это осознавать, правда? Теперь осталось выяснить, как этим управлять. А то, когда все поверят, что скоро конец света... Страшно представить. Шо на чего есть-то? Апокалипсис это весело, говорили они. Бла-бла-бла. Ха! Карантин это весело, говорили они. Чего меня не устраивает? Никаких очердей, пробок, постоянного шума. Вокруг только безумно красивая природа. Ну и бандиты иногда. Никогда не понимал людей, которые прям такие «Ой, везде такая, такие люди, такой город, ой». Так-то опасное место, конечно. Но то, что скучно, я с тобой не согласен. Ты тоже... Ну да, наверное, ты прав. Оружие у нас завались, навыков у нас хватает. Мы боремся за выживание. И хрен, что нас остановит. Реклама, 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 музыка реклама. А-а-а. А-а. Жаль, что это реальная жизнь, а не игра. Одни из нас. Молодец. Одобряю. Вот, возьмите у меня рекламу. Одни из нас. Это ж хорошая тема. Ладно, я надеюсь, тебе понравилось. Я, в принципе, тут полностью согласен. Разве что он немножечко... Ну, там некоторые примеры, по-моему, перепутаны. Как я привел пример. Если разбирать подробнее, то еще фишечки можно довольно нетрудно, проблемы найти. Но в целом я согласен с ним в этом. И как я в самом начале и говорил, я считаю, что вот это правильная идея. И тебе стоит начать думать о том, во что ты веришь. И во что ты думаешь. О чем ты думаешь. И это не касается вера касательно религии. Нет, я этого не касаюсь. Я говорю как раз вот о твоих возможностях. О том, что ты думаешь, что ты там говно. О том, что ты там классный. И ЧСВ, и анти-ЧСВ, я не знаю как-то. Заниженная самооценка. И то, и то тебе мешают. Потому что и то, и то чаще всего далеко от истины. И мешает твоей самореализации. Ладно, я, может быть, об этом могу тебе рассказать когда-нибудь потом, я об этом готов разговаривать долго, но я не буду. Я надеюсь, тебе понравилось. Подписывайтесь на канал, оставьте свои комментарии. Пока, до скорого. Удачи.